Продолжение следует... На портале что где когда РФ И я ведущий этой трансляции Евгений Галкин Здравствуйте уважаемые телезрители Добрый вечер Очень скоро в 23 часа и 30 минут Начнется программа что где когда Вторая игра осенней серии Сегодня сыграет команда Алены Повышевой Это будет их пятая игра Посмотрим удастся ли им обыграть команду телезрителей А вот я вижу к нам приехали Так Здрасте 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 Где то я вас видел По моему когда смотрел анкеты Фотографии к анкетам На сайте ТВ игра Есть там форум Там есть тема как попасть в охотничий домик Это вы наши победители Голосования да? Да все верно Наташа Панкова и Саша Герзилов да? Совершенно верно Давайте знакомиться Меня зовут Женя Наташа очень счастлива Наташа мы с тобой уже знакомы Откуда ты приехала? Приехала из Санкт-Петербурга У меня другая информация На самом деле даже дальше я была в Эстонии С мужем и с детьми Мне пришлось приехать раньше немножко Потому что пригласили именно на эту игру Они приедут уже завтра Какие жертвы? Прямо А в Эстонии где была? Город недалеко от Нарвы и Ихви Там не был Я вообще люблю Эстонию Много где был Но вот рекомендуешь Что там хорошего? Да Ну город небольшой На самом деле мы в Таллин тоже ездили Очень красивый там хороший зоопарк Детям очень понравился Значит и ты на день раньше Приехала специально на игру? Да Даже на три И сегодня на Сапсане я приехала утром А у тебя отпуск был? Ну я пока не работаю Пока сижу с ребенком Сколько у тебя их? У меня их два Одному шесть с половиной Другому почти три Ты в анкете написала Что сейчас профессией твоей является Мама Да? Да Ну расскажи о своих детях Ну у меня два сына Это их зовут Никита и Данила Они очень разные Несмотря на то что воспитываются У одних родителей У каждого свой характер Любят рисовать Очень творческие дети Очень их люблю Они смотрят нас сейчас, нет? Не знаю Думаю, что нет А, ну в Эстонии, наверное Хотя там с интернетом очень хорошо В Эстонии Ну, возможно, что их смотрят Не скажу точно Сегодня очень холодно, да? Я не знаю, вот в Эстонии теплее? Нет, примерно такая же погода Но я не чувствую, что холодно Я так довольна, что попала на эфир Что мне даже... я не чувствую холодно Сейчас еще расскажешь Саша А ты откуда к нам приехал? Я приехал издалека Город называется Петропавловск-Камчатский Это же сколько лететь? Это лететь 8 с лишним часов Ну, считай, 8 с половиной 8 часов Без пересадок, без ничего Это как до Нью-Йорка лететь Ну да, мне уже говорили, что до Нью-Йорка Примерно столько же времени лететь Ну ничего, у нас в Камчадал люди привычные Летают То есть ты живешь в Петропавловске-Камчатском? Да, на данный момент я живу в Петропавловске-Камчатском Я там родился И я живу по сей день Ну, такой неприличный вопрос Сколько стоил билет? Билет... сейчас не сезон Поэтому сейчас билеты недорогие Летом они, конечно, дороже Но сейчас мне это обошлось в 25 тысяч Туда и обратно Ну, я надеюсь, что поездка сюда стоит этих денег Скажи, ты давно мечтал сюда попасть? Ну, давно Я уже, ну, где-то 10 лет уже конкретно заинтересован этой программой Этой игрой Вот И у меня, в принципе, есть давнишняя мечта Попасть на прямой эфир И в прошлом году я уже попал сюда На съемочную площадку Уже был, да? Да, совершенно верно Но на трансляции самой не было Я был на прогоне Вот На... Время после игры Провел уже в домике Там Благодаря Владиславу Тарнопольскому, наверное Вы знаете этого человека Есть, есть такой товарищ, да Но на эфире не был в зале Первый раз сегодня, да? Конкретно на эфире, да Я первый раз буду присутствовать на прямой трансляции Голосовали не зря форумчане наши Я слышал, у тебя любимые знатоки Борис Левин, да, и Владимир Степанов Да У меня любимые знатоки Борис Левин и Владимир Степанов Господа, можно вас на секундочку? Владимир, Борис Вот наш... Мы знаем, что это люди с форума, да Форум Любите форум «Источник знаний» Я вот узнал, что мы играть в этом году больше не будем на форуме На форуме? Да, я правила не читал, а потом Залез на форум, как-то иногда залезая Смотрю, а там написано Мы играть больше не будем Я думаю, плохое место, надо уйти оттуда И ушел И ушел Владимир, вот Саша сказал, что любимые знатоки у него Вы и Борис Левин Давайте вы сами у него спросите, почему? Саша, почему любимые знатоки, я и Борис? Ну Что у нас такого забавного? В смысле, почему? Я, понятно, почему Борис Левин Ну, это трудно как бы сформулировать Ну, не знаю, манера игры нравится Вообще, так сказать Ну, что еще можно сказать? А как вы определите манеру игры? Что сходного между мной и Борисом? Борода Борода в том числе, да И усы, да? И усы, конечно, тоже Ну, то есть, если, например, Овшан Аскеров отрастит бороду и усы Это будет в самый раз И вы тоже И вы тоже И любимые знатоки, да? Нет, есть Капустин Кто там еще у нас есть? Есть И даже если вдруг у Лизы Авдеенко появится Борода и усы То, в общем, вы сразу начнете ее любить как игрока Вы уже на парадоксе сейчас работаете Обратите внимание Полная луна, смотри Да, 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 да Сегодня почти полнолуние Вернутся Лиза Авдеенко В полнолуние У тебя сегодня какие-то Какие-то странные шутки у вас, Владимир Наташ Как тебе эти знатоки? Ты их... Они входят в число твоих любимых? Да, безусловно Я всегда болею за знатоков У тебя уникальная возможность сейчас что-нибудь... О чем-нибудь их спросить Хорошо, я задам вопрос Любите ли вы театр? И какую постановку вы смотрели последней? Вообще, да, люблю Но в силу своего рабочего графика Последний раз в театре я, по-моему, в этом веке еще не был Это было еще, наверное, в 90-х годах Просто когда каждый день заканчиваешь работать 9 вечера На театры можно забить все примерно А выходные? Один есть Раз для театра? У него можно выспаться Или сюда зайти Борис, а у вас как с театром? Я в 11 заканчиваю работу Утро? Бывает иногда и утро Любите ли вы театр так, как его люблю я? Ну, конечно, люблю, естественно В последний раз были когда? Последний раз был в этом году Ну, ходил в Линком, там смотрел старый спектакль «Королевские игры» Ну, как-то вот сейчас у меня нет любимого театра Во все периоды жизни был какой-то один любимый театр Сначала там была таганка еще старая Потом был Линком, сатиряком мне нравился А сейчас вот как-то надо завести новый какой-то Как-то сейчас тяжелее стал ходить в театр, действительно Видимо, из-за собственной загруженности И как-то, наверное, даже не знаю почему Ну, он меньше разговора вокруг театра Сейчас меньше он вызывает какой-то ажиотаж Театр Москвы именно Наташа, ты разочарована этим ответом? Нет, конечно Я сама люблю театр, сама выбираюсь крайне редко Желаю вам почаще выбираться Потому что это очень здорово, на самом деле Живые эмоции, живая игра зрителей А ты что-то хочешь спросить? Ну, наверное, я спрошу, как давно, что, где, когда Ну, конечно, я примерно знаю, как давно, что, где, когда Но просто как это появлялось в вашей жизни Я знаю, что Владимир Степанов начинал со спортивного, что, где, когда А потом уже пришел в элитарный клуб Это точно Ну, начинал, наверное, со школьного, что ли, когда Когда еще школьного, что ли, когда толком не было Это был год примерно 87-й или 88-й То есть, это я уже, честно говоря, плохо помню Вот, а так, да Я долго играл в нетелевизионные игры Потом случайно попал сюда Как случайно? Ну, так, чемпионат мира выиграли Тогда чемпионов 2003 год Да, по-моему, 2003 Десять лет назад, да Давно это было Вот, ну, вот тогда чемпионы мира имели возможность Сесть за этот стол, сыграть Отсюда все пошло Капитаном был Максим Паташов Был, да, естественно Если это была внеигровая команда, то капитаном Максим Паташов У меня уже, наверное, лет 12 Борис, ну, а вы-то помните свой дебют? Столько не живут, что помните Он в 88-м году, он говорит, долго играю в 88-м году Начинал играть в 88-м году я как раз был среди тех, кто В общем-то, это спортивное, что, где когда основывал на первом конгрессе в Мариуполе Международную ассоциацию клубов создавали в 89-м Вы создавали ассоциацию клубов? Ну, я, не я создавал Создавал Владимир Яковлевич Ворошилов Я был среди тех, кто был на этом конгрессе И даже стал членом ревизионной комиссии МАК Что это такое? Это лучше в прямом эфире не рассказывать Владимир, у вас есть определение этого органа? Чтобы поняли телезрители Есть такая комиссия Поскольку никогда в жизни ни в каких организационных комиссиях и комитетах МАК я не присутствовал И вообще для этого плохо приспособлен То я слабо себе представляю, что кто там что делает Что там делает комиссия по этике, что делает ревизионная комиссия, что делает турнирная комиссия Они есть, они занимаются какими-то важными делами Хорошо, а в двух словах Что такое МАК? Международная ассоциация клубов что, где, когда? Что это за организации? Просто вот чтобы они поняли, телезрители наши Ну, поскольку есть как бы телевизионные игры А есть еще и нетелевизионные игры Которые там, скажем так, по массовости гораздо более обширны То есть некоторая общественная организация Которая занимается вот ровно тем Чтобы каким-то образом вести вот это многочисленное количество турниров Которые проводятся в разных городах и странах мира Ну, в некоторый единый формат, более или менее Соответственно, это Международная ассоциация клубов, сокращенно МАК Она вот является, скажем так, верховным органом для всей вот этой турнирной Не скажу пирамида, скажу скорее там, не знаю, дерево Да, ну спасибо, я думаю, что МАК это вообще, если ты не знаешь, Жень МАК это источник опиума Давайте опустим эту тему, спасибо Вас уже зовут в домик Спасибо, 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 уважаемые знатоки Ну, как, Наташа, понравилось? Ответы знатоков Ну, общение со знатоками Конечно, понравилось Конечно Мне говорят, где-то тут Александр Друзь был О, смотрите Как вы к Друзью относитесь? Нормально Наташа? Очень люблю этого знатока Александр Абрамович? Да Вас очень любят, вы знаете, очень Кто? Любят вас Спасибо, я чувствую это Вот это девушка Здравствуйте Здравствуйте Я Александр Я Наталья Очень приятно С форума Наталья Подкова Да, с форума Наталья, да Здравствуйте Да, здравствуйте А это Леня Тимофеев Да Его тоже надо любить Здравствуй, Леня Здравствуйте, здравствуйте Про что вы? Про любовь Про любовь Я говорю, что тебя тоже надо любить На таком холоде, конечно, только о любви говорить Вы правильную тему нашли, молодцы Вот есть Саша, который тоже, в общем, лояльно к вам относится Тоже с форума Так точно Понятно А знаете, откуда летел товарищ? Из Петропавловска-Камчатского Там сейчас утро Через Россию или с той стороны? Я просто не знаю, с какой стороны ближе Через Америку или через Россию? С этой стороны ближе Ближе, да? Не позорься Даже при всем желании мы будем летать только через Россию Понятно Мне сказали, что вам уже пора в домик Поэтому короткий вопрос Нет, короткий вопрос Друзю Александр Абрамович, какая ваша любимая часть города? Я знаю, что вы Санкт-Петербург? Да Или Москвы? Нет, Санкт-Петербурга Петроградская Кто где родился, там и Тут и Наташа из Питера Я понимаю, нет Ну, если вот говорить Самое-самое-самое вот такое Любимое место Это Их два Это пляж Петропавловки Осенью, когда их там никого нету И Канал Грибоедово в Коломне Ну вот, около, в районе Никольского собора Спасибо, спасибо Саша, и твой вопрос, друзья? Даже не знаю, что спросить Наверное, он будет тоже касаться, что где, когда Помните ли вы свою первую игру? Да, конечно Я помню свой первый ответ, который я ответил Ну, я про него уже несколько раз рассказывал Женя, не даст соврать А я помню свою первую игру В марте 81-го года Как забышь? Первую помню Последнюю не помню, а первую помню Александр ответил на твой вопрос Да Ну, там была игра Мы играли тройками Я в тройке был Я Никит Шангин Ну, не капитан А, в общем, главный В тройке был Саша Сидин Мы сыграли игру Вместе с еще одной тройкой Ее выиграли Вот, кстати, я говорю Помню, помню А кто был во второй тройке, не помню Ну, то есть, я сейчас две фамилии вспомню Третьей нет Левин даже не помнит, когда он начинал Так что, ничего страшного Я не помню, когда Левин начинал Я хорошо помню, когда Левин начинал Это был полный атас Это 1993-го Хорошо, тогда я прошу знатоков на две минутки задержаться Ребят, а вас уже зовут в зал Пишите на форум, они всегда ждут Не забывайте написать Форум всегда ждет отзывов А тут есть о чем написать, потому что домик стал красивее Всего доброго Пошли не в ту сторону, наверное, переодеваться Ну, потому что пальто-то надо снять Только я знаю, куда положить свою куртку Куртку? А куда вы кладете куртку? Прямо сейчас скажи тебе Да, а почему нет? Ну, есть укромное место, где ее никто не возьмет Там же телефоны в кармане куртки Поскольку Козлов просит выключить Домик прямо храните? Нет Под елочкой Ну, какая тебе разница? Тут есть место, где... Вы сказали А, говорите и Б Александр Абрамович Если вы решили, что под взглядом зрительницы Друзья, все свои секреты выдаст сходу Нет, это человек очень крепкий Давайте вернемся Все-таки в сторону Вернемся к семье Илья, ты знаешь, тебе сегодня не прислали ни одного вопроса Все, я свободен Счастливый, иди грейся Нет, ну ты хочешь уже убежать, да? Ну да, потому что я боюсь, что будут уже ругаться Ребят все там Нет, холодно Я пожелаю просто успеха команде И мы будем болеть за ребят И болеть, чтобы игра была хорошая Мне кажется, в этом есть необходимость Не как в прошлый раз, да? Мне кажется, в этом есть необходимость Спасибо, Олег Александр, очень много пришло вам вопросов Поэтому коротко в режиме Блиц От Александра Стауцева из города Орел Уважаемый Александр, как вы относитесь К огромному количеству ваших фейков Это подделка, фальшивка, да? В социальных сетях Вам это приятно? Подчеркивает популярность и уважение? Или вы злитесь, или огорчаетесь? Что вас так много? Вы знаете как? На самом деле меня не много В социальных сетях Меня немного А вы отслеживаете? Нет, ну я как-то раз зашел Да, там Дмитрий Анатольевич Медведевич В будущем президентом Он сказал, что его где-то там В социальных сетях какой-то Вконтакте Его там 216 Мне стало интересно, сколько у меня Я зашел, посчитал У меня было 26 Что точно отражает мою популярность По отношению к Дмитрию Анатольевичу Есть раз Да, ну вот где-то так Наверное так Так что это какой-то показатель Который мне дает информацию к размышлению А у вас какие-то официальные Есть аккаунты? Нет, я нигде не присутствую в сетях Только в ЖЖ Да и туда давно не писал В портал что, где, когда, РФ Да, на портал тоже, кстати, давно не писал Практически никогда не писал Это ваше упущение, я считаю Да, ваше упущение я исправлюсь Татьяна Красикова из Твери Как вы провели лето и что запомнилось? Только коротко Ну я провел лето хорошо Я много где путешествовал Семью путешествовали очень хорошо По России? И по России в том числе Но больше, конечно, за границей Спасибо От Дмитрия Александрова Александр, что вы прочитали за последние три месяца И как относитесь к таким писателям, как Дэн Браун и Джеймс Роллинс? Второго просто не знаю, это кто Ну вот так это пишется Я не знаю, кто это Да, Дэн Браун Ну, нормальное чтение такое Поскольку я большую часть времени провожу в самолете или в поезде между двумя городами Это как раз вот чтение для того А тут недавно, вот, я не знаю даже сказать Наверное, жена смотрит меня в трансляции Я боюсь, что Если я сейчас сознаюсь, то меня домой не пустят Я тут прилетел в Москву И на книжном развале Белорусского вокзала Купил 6 книжек из серии «Повседневная жизнь» Вот сейчас читаю вот прямо вот В чем это? «Повседневная жизнь» это очень интересный цикл книжек Ну вот я сейчас, например, читаю «Повседневная жизнь» Тайной канцелярии Про российскую тайную канцелярию Поскольку они давно вышли и стоили 3 копейки Я их набрал там много А кто написал? Тоже на литературу? Нет, это как? Это научно-познавательное И на историческую тему как раз то, что мне нравится Про то, как тайная канцелярия, если знать, что это такое Это такой пыточный застенок Про образ, ну там, ФСБ 18 века Спасибо Наивная Акира мечтает услышать Ник такой Акира Мечтает, потому что она мечтает услышать ваш любимый анекдот Господи, ну у меня много разных анекдотов, ну не знаю Сразу предупредите, можно ли его нам слушать Да ради бога, но слушайте, что В прямом эфире я напоминаю Александра Сейчас что-нибудь надо короткое вспомнить О, Господи Из короткого Что-то сейчас как-то ничего короткого не припомнится Нет, ну анекдотов много, любимых много Так что, ну там Она откуда эта Акира? Она не написала Ну там, если из Питера, можем встретиться там Зачем вам встречаться? Вы сейчас спрашиваете Сейчас Рассказать три десятка анекдотов? Ну один, короткий Александр, вы уже за это время могли бы десять рассказать Я рассказываю любимый анекдот про себя На день рождения жена подарила Александру друзью дополнительную минуту Спасибо, Александр Вас уже ждут в зале, спасибо Вот видите, вон там Андрей Козлов стоит К нему тоже очень много вопросов Но он сейчас, видите, общается Андрей Козлов не любит, когда его перебивают Не хочу нарываться Ну, нарываться на то, что мне скажут Отойди Давайте еще раз взглянем на охотничий домик В нашем нескучном саду Вот видите В прошлый раз мы уже показывали Что он после глобальной реставрации поменял цвет Теперь он вот такой вот красный, терракотовый, кирпичный, можно сказать Как проходила реставрация Вы можете посмотреть в записи на нашем сайте Прошлую трансляцию Там был ролик Давайте мы заглянем, что происходит с той стороны дома Вот он, старинный, старинный особняк 18 век Наташа, извини, пожалуйста, не приехал еще артист? Нет, он после концерта едет Ждем Сейчас 22.57, то есть он должен приехать по нашим расчетам после 11, да? Ну, после 11 ближе уже, наверное, к эфиру, я думаю Ну, хорошо, тогда вряд ли, да? Вряд ли Поскольку мы традиционно раскрываем все секреты Сегодня у нас в гостях Александр Розенбаум Боюсь, что сегодня мы не успеем с ним пообщаться Потому что он едет с концерта И... Так, давайте обойдем домик Козлов еще не освободился Я пока напомню, что Ваши вопросы об игре, о знатоках Или личные вопросы знатокам Вы можете задавать на почту, присылать Онлайн Собака.твигра.ру Здрасте Да, да Так, Никита Да Чтобы не мешать, можно тебя вот на секундочку сюда? Да, конечно Так, это Никита Старун Человек, который прошел отборочный тур Что, где, когда И ждет, когда освободится наконец-то Пока приходится стоять рядом Но мне тоже нравится Никита, ну как тебе обновленный наш зал Обновленный домик? Очень красиво Правда, я не заметил пока, что скрадывается место Ну, вероятно, во время игры это будет более заметно Оно не сильно скрадывается А так красиво Скажем так, мы спорили Спорили с ребятами насчет красный Да, вот все-таки желтенький и оранжевенький Было как-то вот попороднее Но все-таки аутентично И это приятно, что возвращаемся к традициям И обновляем такие объекты культуры Что пожелаешь команде Алены? Я пожелаю команде Алены, во-первых, собраться Успокоиться И сыграть блестяще Потому что ребята это умеют делать Знаешь, что ты сейчас говоришь, как будто ты играешь уже 20 лет Я просто... Я просто... Конечно Я надеюсь, что я буду играть 20 лет Спасибо, спасибо, Никит Кость Жень, привет Да, привет Меня сейчас убьют за то, что я... Да, давай мы в дверях встанем Быстренько, пока Валентина Алексеевна не видит Скажи, вот ты играешь через неделю, да? У нас какие-то замены в команде, я слышал, да? Ну да, у нас есть одна замена У нас Катя Гудкова, которая играла Заменена на Ильдара Низамова Отличный тоже игрок Я думаю, себя хорошо покажет Команда усилена? Команда усилена, я бы сказал Не только новым игроком Но и каждый из нас тоже немножко усилился в какой-то области Поэтому, я думаю, мы постараемся показать все, на что способны На что летом мы тренировались Так что через неделю А тренировка у вас завтра? Так, тренировка у нас Валентина Алексеевна проведет завтра, да Ну и, соответственно, в пятницу перед игрой за день Мы тоже будем в домике Вот В принципе, сейчас как-то поспокойнее, поувереннее себя чувствуем То есть уже готовимся Я надеюсь, что все у вас получится через неделю Как это и было в тот раз Как это было, да, 26 мая, как сейчас помню Ну ладно, давай Услышимся, увидимся После игры еще встретимся Посмотрите На нашу музыкальную эстраду Все уже готово для музыкальной паузы Видите, барабанная установка А, давайте подойдем Чего я буду рассказывать издалека Если можно подойти Микрофон Видите То есть микрофона пока нет Это микрофонная стойка Синтезатор Басовая колонка Второй синтезатор Я в этом ничего не понимаю Поэтому каких-то технических терминов вы от меня не дождетесь Ну, хотя бы посмотрите Может быть Те, кто понимают Что-то Для себя Поймут Барабанная установка Стульчик Как разбрасывают листья Посмотрите по дорожке Все делается для того Чтобы у нас было красиво В прямом эфире На первом канале А кто это Кто это идет По-моему, Лена Потанина Сейчас заходит в домик Ну, хорошо Давайте-ка мы Вот наши постановщики Разбрасываются Смотрите, какие мешки С листьями Вот он Вот он Обновленный зал Еще раз посмотрите Эти Идет Сейчас расстановка Этим Заведует Главный редактор программы Валентина Андреева Не знаю Удастся ли вам ее увидеть Нет Спины перегораживают Это очень Творческий Очень сложный процесс Можно сказать, что Тетрис Раскладывает Валентина Алексеевна Действительно Это очень сложно Кого как поставить По росту Чтобы было видно Из-за спин Это очень сложно Вот, кажется, приехали Музыканты Здрасте Музыканты приехали Но Александр Яковлевич Приедет попозже Я думаю Ну что я еще могу вам сказать В этой части Трансляции Вот видите Это Наталья Ивановна Стыценко Давайте Просто издали Посмотрим Что происходит Сейчас А справа Я прошу не меня показывать А туда Все-таки Спасибо Справа Это Андрей Лысенко Тот самый человек Который Еще недавно Бил в гонг И Делал это довольно долго На постоянной основе Да, извините Прервали На постоянной основе Андрей Лысенко Бил в гонг С 2001 года А вообще Работает с 93 В роли распорядителя зала Сейчас он Телевизионный Режиссер программы Что, где, когда Сидит Вот в этой ПТС Которую Вы видите Справа Если у вас Остались Еще какие-то Вопросы О знатоках Об их жизни Присылайте На Online Собака ТВигра Точка Ру И Я их Задам Знатокам Через Полчаса Сейчас скажу Сколько точно 23.05 Через 25 минут Начнется Игра Команда Алены Повышевой Будет играть Свою пятую Игру И посмотрим Удастся ли Козлова Упустили Очень жалко Удастся ли им Сегодня Обыграть Команду Телезрителей Насколько Сильна Окажется Команда Телезрителей Это мы Тоже Сегодня Все вместе Узнаем Встретимся Сразу После Игры Стих Стих К electronic before Игры Продолжение следует... Продолжение следует...